Привет вам, любители комиксов! И сегодня у нас на обзоре очень интересный омнибус, а именно Batman The Arkham Saga Omnibus. Я думаю, что все из вас, ну или многие из вас, слышали и знают знаменитую трилогию видеоигр от Rocksteady, студии Rocksteady, Batman Arkham. И, собственно говоря, у нас с вами сейчас на руках комикс, которым по сути является дополнением каким-то образом пересказом сюжетов, которые были в этой трилогии. Очень крутой комикс, отлично нарисованный большим количеством знаменитых авторов. Про него мало что говорят, как правило, и довольно немного интересных роликов и обзоров, в принципе, можно найти на просторах интернета. И, тем не менее, считаю это большим упущением, потому как мне комикс очень понравился. И давайте начнем на него смотреть. Начнем с суперобложки, конечно же. Впереди, на лицевой стороне у нас Batman The Arkham Saga Omnibus, основанный на знаменитой трилогии видеоигр. Узнаваемый арт с видеоигр. Корешок у нас вот такой. К слову говоря, книга огромных размеров. В ней, если я правильно помню, 1648 страниц. Колоссальных размеров Omnibus, которые весят около 3,5 килограмма. Здесь у нас информация о том, что же сюда входит. И давайте поговорим непосредственно про то, что же сюда включено. Здесь Batman The Arkham Saga Omnibus это ультимативное издание, основанное на видеоиграх от студии Rocksteady, которое включает в себя впервые все вышедшие истории, которые были написаны вот, собственно говоря, в данной по данной серии видеоигр. Это и от начала Batman Arkham Origins, то, да, Batman Arkham Knight, Genesis и все, что было между ними. Ну, давайте посмотрим на контент внутри. По суперобложке... А, кстати говоря, пока я не забыл. Что касается цены. Omnibus выходил в Америке стоимостью 150 долларов США. Он вышел из печати, его почти невозможно найти сейчас. И цена, которую можно найти на eBay, на Амазоне, начинается сейчас 500 долларов и выше. Что, конечно же, просто космические деньги. Если говорить про суперобложку и то, что под ней, то здесь все довольно классически. Черный фон, выгравированы буквы Batman за раком сага Omnibus, корешок в таком же виде, а на задней стороне у нас просто ничего нет. Так как книга здоровая и очень тяжелая, я не буду его сильно разворачивать и снимать с него суперобложку, чтобы не было лишнего геморроя, скажем так. Вот. Ну, по бокам у нас злодеи. Здесь пингвин, а здесь ядовитый плющ, соответственно. Итак, давайте смотреть, что же у нас сюда включено. Как я и говорил, по поводу авторов, здесь у нас сценаристы, которые писали комиксы, сюжеты для этой серии комиксов. Это, вы можете видеть их вот здесь, на этой стороне, из таких довольно известных, например, Пол Динни, автор сюжетов, посвященных мультсериалу Бэтмен 90-х годов. Питер Джей Томаси, который писал также крутые сюжеты и по мотивам его сюжетов есть Омнибус, Бэтмен и Робин. Ну, и так далее, и так далее. То есть, вы тут можете сами все посмотреть. Что касается содержания, содержание здесь огромное количество контента. Здесь Arkham Origins, Bad Girl Begins, Cage Animals, The Road to Arkham, Ruins, Breaking Ground, Choosing Sight, A Night on the Town, Exposure, Hugo Strange, Cut and Run, Riddle Me, Guardian Angel, Fall of the Titan, Threats of the Crowd, Threats of the Crowd, да, Moving, это Glacial Pace, End Game, Inside Job, и так далее, так далее, так далее. Контента очень много. Да, видите, 1135 страниц, на котором заканчиваются вариативными обложками. В общем, все сюжеты, которые были как внутри, в рамках видеоигр, так и за их пределами, собраны в одном огромном омни-бусе. Что ж, давайте приступим. Начинается все с Batman Arkham Origins. У нас информация, кто автор, кто сюжет формировал, кто рисовал, кто красил, и так далее. Комикс очень свеженький. С точки зрения того, что купил я его достаточно давно, но открывается он по большому счету лишь второй раз за все время, сколько он стоит у меня на полке, а потому он будет хрустеть, трещать и скрипеть, так как он очень-очень новый. Даже запах печати еще из него не выветрился. Опять же, все, кто знаком с сюжетами видеоигр, здесь для себя очень много отсылок, пасхалок, смогут для себя открыть дополнительные моменты, сюжеты, которые были так или иначе недосказаны или опущены в рамках видеоигр. Ну, и в целом впечатление от прочтения остается самая положительная. Да, безусловно, есть некоторые проходные сюжеты, некоторые проходные эпизоды в этом сборнике, но если говорить комплексно, то это очень добротное чтиво, которое дополняет и продолжает сюжеты трилогии видеоигр, что не может не радовать. Он местами довольно мрачен, брутален, здесь не стесняются показывать сцены насилия, крови и так далее, но тем не менее все это в пределах допустимых норм и разумности, скажем так. Харли Квинн, Аркем Асайлум, та самая первая видеоигра, которая по сути вернула к жизни видеоигры о супергероях, которая принесла свежий глоток воздуха в игры по комиксам и внедрила инновационную боевку и так далее, что по сути до сих пор является эталонным экшеном, на который равняются очень многие издатели в своих видеоиграх. Хьюго Стрэндж. Что очень важно, персонажи здесь очень близки и нарисованы так же, как они были сделаны в видеоиграх. То есть в этом плане скажем так, канон видеоигр сохранен, что тоже очень здорово. Двуликий ядовитый плющ. Джокер. Очень красивые рисунки здесь. Рисунок в целом приятен. он мрачен, он чуть темный, преобладающий мрачными серыми черными тонами, но по сути повторяющий доцветовую гамму непосредственно видеоигры. Бэйн. Прекрасный Бэйн. Один из моих любимых злодеев во вселенной Бэтмена. книга огромных размеров. Конечно, читать ее в таком масштабе, в таких размерах не очень удобно, но зато она прекрасно смотрится на полке и включает в себя вообще все, что только когда-либо выходило по этой серии комиксов. Джим Гордон, Пингвин, я думаю, что вспомните эти эпизоды, кто играл в Аркхам Сити, вспомните те эпизоды, когда также играли в Аркхам Сити и приходили в логово Пингвина. Шикарная женщина-кошка, конечно. Киллер Крок Рассказывать что-то про данный комикс я думаю, смысла нет, потому как все, кто играл или кто слышал про серию игр Бетон Аркхам прекрасно понимают что здесь происходит и прекрасно понимают что ожидать от такого комикса. Я лишь могу сказать то, что это действительно очень крутое дополнение к играм, которое оставляет такое приятное послевкусие после того, как ты прошел трилогию и прочитал данный комикс. Конечно, листать его можно вечно. Мы с вами по сути прошли лишь половину от всего комикса, хотя листая я его уже минут десять, наверное. довольно объемный Омнибус, один из самых крупных, который когда-либо я видел, держал в руках. Наверное, с ним может потягаться конечно же какой-нибудь Final Crisis Омнибус, до которого мы тоже рано или поздно дойдем. Там тоже по-моему около 1700 страниц, если я не ошибаюсь. Но это, конечно, колоссальных размеров издания. Ну и, к слову говоря, как видите, он вполне неплохо себе открывается и читается даже, не нужно ничего придерживать. В принципе, несколько раз его открыть правильно, закрыть, и он получается весьма приемлемый для чтения за столом. Конечно же, где-нибудь лежа на диване ты его не почитаешь, потому что держать 3,5 кг крайне неудобно, но тем не менее сесть до стола почитать его за чашечкой чая или кофе вполне себе приятное занятие. Я очень люблю подобные издания, которые включают в себя вообще все, что было связано с тем или иным сюжетом или какими-то событиями. И вот формат Omnibus в этом плане конечно крайне удобен для того, чтобы собирать интересующие тебя комиксы в крайне приятном формате, в удобном формате, который занимает немного места на полке, при этом классно смотрится и содержит в себе весь контент, который может тебя заинтересовать. DC в этом плане делает всегда работу, мне кажется, лучше, чем Marvel, потому что Marvel часто разбивает свои серии комиксов на очень большое количество Omnibus, что, конечно же, усложняет их коллекционирование и сборы. DC в этом плане более лояльны, скажем так, своим покупателям, своим фанатам, они могут часто издавать издания, которые в одной книге включают в себя вообще все, что только можно. Это, конечно, здорово. Такое бывает не всегда, но достаточно часто. Ну, вот мы с вами наконец-таки дошли до конца и приближаемся к завершающим похождениям нашего Бэтмена и приближаемся к допам. Допов здесь очень немного и они представлены лишь небольшим количеством вариативных обложек. Вот такой вот разворот прикольный. вот такой разворот. Еще один шикарный разворот. Вот это, мне кажется, наверное, очень круто сделано. Очень нравится. Еще разворот. Тоже очень интересные обложки. И в конце у нас тот самый рыцарь Архема. Что ж, вот таким получился Омнибус с Архем сага по Бэтмену. Надеюсь, вам понравилось. Комикс крайне рекомендую, как, собственно говоря, и видеоигры. А у меня на сегодня все. До новых встреч. Редактор субтитров Корректор 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 Корректор